Первый тайм После серии рикошетов мяч попадает к Гитериеву, сильный и точный удар с 23 метров выводит Нальчан вперед. Но недолго музыка играла. Уже в ответной атаке москвичи получают право на штрафной и Майдана не оставляет шансов Брадичу. 1-1. Особо моментов соперник не создал у наших ворот, впрочем, как и мы, у ворот соперника. В первом тайме, если острота была, она была со стандартов, не доработал на дальний. Вова Кисенков, 2-3 моментов. Ну и в целом повели, казалось бы, 5 минут до конца тайма остается. Здесь необходимо не сбрасывать обороты, а наоборот выложиться, сконцентрироваться с тем, чтобы за перерыв было время восстановиться. Не смогли. В начале второго тайма вновь активнее хозяева. Однако стандарты в их исполнении не представляют серьезной угрозы. А москвичи используют, пожалуй, свой единственный шанс. На 58-й минуте, оставленный без присмотра во воротарской Велитон, ударом головой не сильно, но точно завершает атаку. Поведя в счете, гости отошли в оборону и умело слушат игру. Любой матч надо выиграть. Все. Поэтому сегодня исключений не было. Естественно, подоплека, конечно, была. У нас 6 очков, никого это не устраивало, в том числе и меня, в первую очередь. И меня не устраивало отношение к игре. Вот это самое страшное. Безразличие, которое было пару игр. Меня сегодня удовлетворил настрой. Это значит первый шаг. И местами команда показывала неплохой футбол. При посредственной игре московскому «Спартаку» удалось добиться желаемого результата. Халис Шахмурзаев, начик специально для футбола России. День матча. Накануне матча я получил звонок. Наша команда проживала в гостинице. Я получил звонок около 8 вечера о том, что еще какая-то группа наших болельщиков находится не в Нальчике, а в Приэльбрусе. И что эта группа подверглась нападению. Человек звонил, он сказал, что он едет в автобусе. Я стал выяснять, что за автобус. Фан-клуб сказал, это не наш. Фратрия в тот день только выехала. То есть мы находились автобуса где-то на полпути. Поэтому первоначально, что какой-то еще есть автобус, у меня вызвало определенные подозрения. Я стал звонить в Москву по различным нашим, так сказать, по контактам. Мне сказали, да, возможно, еще есть какие-то автобусы, которых мы не знаем. Около 10 вечера я получил звонок опять от этого человека, который назывался Константином. Он сказал, что автобус доехал до места. Они находятся уже в Приэльбрусе. Значит, ситуация прояснилась. Ничего страшного нет. Помощь никакая не нужна. Все, так сказать, до свидания. Спокойной ночи. В час ночи я получил звонок опять от этого же человека. Он сказал, что ситуация резко ухудшилась. Они просят помощи. Они просят, чтобы я связался с милицией и направил к гостинице, где они блокированы. Направил как можно больше сил милиции. Спросив, где он находится, он сказал, что он находится примерно в 300 метрах вне гостиницы. То есть он наблюдает со стороны и, значит, ввел со мной связь. Ночь, темно, драка. Он говорит, слышны выстрелы. Говорит, я знаю, что у нас есть раненые. Пожалуйста, пришлите в скорую помощь. Первыми подняли участковых, которые жили рядом. Значит, эти участковые первыми подошли к гостинице. Они выстрелами из Калашникова в воздух. Они рассеяли толпу. Но по информации, опять же, вот Константина, местные жители не разъехались. Они сидели в машинах по 4-5 человек. Гостиницу эту, так сказать, на площадке они ее окружали. Потом уже, когда приехала большая группа милиционеров, то обстановка, он мне сказал, что уже теперь лучше, потому что стрельба прекратилась, драка прекратилась. Сергей Павлович, сколько пострадавших? В тот момент пострадавших называлось трое. Цифра то три, то четыре человека. То есть побои они не считают чем-то таким серьезным. То есть это в порядке вещей для болельщиков, которые выезжают, и они ожидают, что возможны какие-то столкновения. Мы говорим, что именно о раненых, кто получили огнестрельные. Огнестрельные ранения получили два человека. К сожалению, состояние второго болельщика вызывает серьезные опасения и сейчас в том числе. Понимаете, болельщики, к сожалению, наши не ангелы. И выезд на футбольный матч они сопровождают с отдыхом, с принятием достаточно большого количества алкоголя. Это почти на каждом матче наша проблема. И, соответственно, поведение человека, который выпил у всех по-разному. Кого-то тянет сон, кого-то тянет на подвиги. Поэтому я не хочу сказать, что наши болельщики обязательно были виноваты, что они обязательно поехали с целью, так сказать, устроить какие-то массовые драки. Просто общий уровень культуры и болельщиков, и наших, и той стороны, и поведение наших болельщиков, оно, так сказать, конечно, заслуживает определенной коррекции.